Вице-губернатор Валентин Дубинин от лица главы региона Андрея Тарасенко поздравил арсеньевцев с 30-летием молокозавода. Предприятие растет и с умом тратит краевые субсидии. Об этом продолжим в материале из Арсеньева. Директор предприятия Юрий Минкин с гордостью показывает вице-губернатору края Валентину Дубинину оборудование последних трех лет. Обновить производство позволили 5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Молокозавод расширил производство, автоматизировал работу. Ванны длительной пастеризации позволяют делать кефир и ряженку. Кефиратору, аппаратчику достаточно внести номер программы и, как говорится, этот котелок будет сам варить то, что необходимо. Вовремя включать мешалку, включать-выключать фар, добиваться той температуры, которая необходима по технологическому процессу. На днях в новом помещении откроется лаборатория. Определять качество сырья и готовой продукции будет современное оборудование. Была центрифуга простая, стала с подогревом. То есть меньше мы будем этим заниматься. Достал с бани, поставил на место, сразу цикл задал по электронике и вот она сама все это делает. Валентин Дубинин свою трудовую биографию начинал с молочного комбината соседнего Анучинского района. Сейчас курирует вопросы сельского хозяйства. Политика администрации края направлена на увеличение сырьевой базы. Сегодня животноводство и губернатор позицию занял о том, что наращиваем объемы и, конечно, если бы у нас появились хозяйства, у нас всего 7 на сегодняшний день хозяйств, где дует больше 6 тысяч литров на фуражную корову. Это, в общем-то, хороший результат. 30-летие предприятия отмечали в торжественной обстановке. Во Дворце культуры передовикам производства говорят слова благодарности и вручают грамоты за подписью главы региона Андрея Тарасенко. Двенадцать раз местная молочная продукция входила в сотню лучших товаров России. Арсеньевскую продукцию предлагают на воздушных судах по пути из Владивостока в Москву. Да, беру и сметану, и йогурты, и творог. Да, все нравится, и молоко нравится. Мне из Владивостока приезжают родственники, покупают наши йогурты, сметану. Мороженое из Арсеньева полюбили в Китае. Туда ежегодно отправляют тонны продукции. Но популярность мороженого выросла настолько, что в Поднебесной стали продавать подделки под Арсеньевского моржа. Яна Романюк, Вадим Перевалов, Панорама. К 30-летию завод объявил конкурс для детей города. Нужно было сделать разных коров. Выставку разместили в одной из школ. Дети принесли свои рисунки, подделки, кое-кто снял мультики и придумал эскизы для наклеек и названия для продукции завода. В итоге вышло более тысяч буренок. Меня поразила сразу работа. Это вот скачущая коровка с 10-й школы. Нам, когда ее принесли, то наши работники сказали о том, что надо эту коровку сделать своим достоянием. Она очень летит. Она настолько наполнена позитивом. Особенно эти реснички, еще и летящие. То есть это вообще удивительно. Корова для меня, ну это ощущение тепла, доброты, материнства. Каждую вот эту фигурку надо сначала отдельно собрать. Сюда, наверное, у меня ушло почти по 2000 модулей этих. Они называются каждая модуль. Ну я занимаюсь. У меня хобби такое вот.